Я думаю, как раз самое время вернуться к моему поэтическому творчеству. Рассказ, фильм, поэти, они должны чему-то учить человека или вдохновлять его по жизни. Они должны облегчать жизнь. И обычно, когда прочитываешь какое-то одно произведение целостное и говоришь, что я отсюда взял, я взял отсюда тут и тут. Стихи, они короткие, но взять от них можно очень многое, так сказать, по структуре стихосложения, то, что очень большая мысль закладывается в очень маленький, так сказать, парадоксальный момент слога. Так вот, значит, зачастую мы встречаемся в этом мире с людьми, которые хотят формы одежды своей, значит, подчеркнуть свою сопричастность к чему-либо такому. И однажды мы, гуляя по Москве, наткнулись на людей, которые идут, смотрю, в носу там кольцо, в ухе кольцо, мужчин там один, ну, религиозное течение, короче. Мы говорим, давайте подискусируем там, о душе немножко. Они говорят, а что нам дискуссировать? Вот у нас вся душа, вот кольцо там сюда. Вот видите, я не такой, как все человек говорят. Я не похож на других, естественно, я не похож на других. И, естественно, через это я отличаюсь от серой массы. Вот один ответ, понимаете, но непохожесть должна быть в чем-то другом, наверное. Вот, и я написал такой короткий стих. Просунул в нос к себе кольцо, мальчишка, в обид. Теперь я стал другой. И крышка. Хоть на башку надень ты ей корону, орлом не станет никогда ворона. А также вот у меня есть еще один стих, который, значит, гласит о том, что вот в жизни очень много можно научить человека, но не каждого человека научишь в этой жизни, понимаете? Не каждого человека научишь. Зачастую люди, они принимают какую-то свою точку зрения, зачастую неправильно, и хоть учи, не учи, бесполезно. Пока мудрец чуму учил, он столько шишек получил. Мудрец с больною головой. Чумаш остался чумой. Тем, у кого ума не хватка, не вызнать высшего порядка. От недоумков, дураков, не жди повышенных мозгов. Как не старайся трепетать, не будет курица летать. Вот еще одна басня. Много в мире цветного стекла, как сверкает оно для нас, Как просто оно и пусто, и не ценится, как алмаз. Но однажды одно стекло захотело алмазом стать, И пошло тут и там метать восхваление о себе, Недовольство своей судьбе, что не тут бы ему лежать, А на бархате, в сундучке, поражать своим блеском знать, А оно вот лежит в очке. Мораль всей басни такова. Как не способна петь для нас букашка, Так не потянет на алмаз стекляшка. Не обладать тебе никак огнем и крепкостью алмаза. А коль захочешь испытать, расколешься стекляшка сразу, На много маленьких таких, как ты, вот выпуклых стекляшек, Имеет и вес среди своих букашка, среди слонов букашка. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну вот один стих я прочитаю, поскольку я сам ссурый, И вот я, как говорится, о родине так немножечко в печали. Я, бродяга, метущий скиталец, Что ищу я о родине плача, Может, счастье, а может, удачу. Молод я, одушевый уж старец, Только грезится мне по ночам, Оттого полюбил эти грезы, Что они возвращают к цветам и к лесам, Где дубы и березы. Я люблю переулки твои И сады твои полные вишен, Воздух полный суры и хвои, Шум деревьев, как здесь, я не слышал. По-другому я здесь говорю, По-другому здесь вижу и слышу. Каждый камешек здесь я люблю, Что тобой моя родина пышет. Бреет ветер зеленый покров, Все своим чередом, как ведется, Я кричать во все горло готов И в тебя убежать, как придется. И вот еще один стих так На общеполитическую тему. Русь моя, тоски полна, Все от слез промокли, Не горят твои глаза, Ясные поблекли. И страдалась моя Русь В глупости кобыльей, Если б глупость чтили тут, Мы бы легче жили. Беды все от дураков, Мудрости нехватка, Неисправивших шутов Высшего порядка. А вот еще эпиграф один. То есть, моя поэзия, Это как мой крест практически. Я, ну, со своей стихи, Как говорится, Мне тоже доставалось иногда. В общем-то, иногда пишешь, Пишешь не в бровь, а в глаз куда-то. Не в ту сторону запишешь, Вот и так получается, Что недовольство какое-то идет В массах. Поэтому, в принципе, Каждое творчество, Это как распятие для Творца. Обязательно распнут, Обязательно. Так нужно. Распят я на кресте моей поэзии, Да, за любовь всегда одни проклятия, И мучаясь душа стихами грезила, И я, и крест теперь одно распятие. И вот еще один тоже стих Насчет распятия. То есть, общество, оно обязательно Человека распнет, Как говорится, Если от кого-то идет любовь, От кого-то идет благость, Там или что-то такое вот в плане доброты, Обязательно распнут. Ведь кого обижают обычно? Самых добрых, Самых нежных, Самых, как говорится, Душевных людей. А злого попробуй обидеть, Он сам может стукнуть. Дяденька, попробуй обидеть такого, Строгого, жесткого, никогда. Меня, целители душ ваших, Распяли за то, что Риеном был за правду, Скандалил, За то, что исцелял пропавших, Страдавших, Хотел поднять и разбудить дремавших, За то, что к жизни воскрешал усопших, И не жалея сил спасал утопших, За это каждого клянут в награду, И уж, конечно же, распнут. Так надо. Ну, это вот из моего нового сборника, Я вам так немножко зачитал стихи, Хотя у меня здесь есть еще стихи, Которые, ну, может быть, Не воспринимаются так особо, Но это мой новый жанр, Я так его сочину, Сейчас я вам его, так сказать, На ваше усмотрение дам. Стих называется «Жизнь». Свет, день, спокойно, легко, Прохлада, тень легла глубоко, Встреча, вдохновение, Друзья, стихи, Музыка, чтение, пение, Слова лихи, Шум, накал, нервы, Ругань, спор, Правда, стойкость, Первый обида, ссор. Жизнь, подъем, падение, Крайность, враг, Вечное движение, С жизнью в такт. Еще вот один стих. Вот это у меня раздел называется «Любовь и Голгофа». Называется этот раздел, Поскольку, ну, как сказать, Я уже сказал, Я говорился до этого, Что если человек любит, Значит, его обязательно казнят. Это уже однозначно, практически. В этом мире, начиная от Иисуса Христа, Жил такой человек, да, Он так любил людей, Возлюбите ближнего, Там, как самого себя кричал. Ну, его распяли, естественно. И оканчиваясь, значит, Многими, там, Серафим Саровский, Этот, Гефросинья Суждальская, Ксения Блаженная и так далее. Практически вот поэтому, значит, Если уж любишь, значит, Обязательно готовься к Голгофе, Значит, обязательно будут казнить, понимаете. Ну вот, и я начал свой раздел Как раз с любви начал. Потом я, значит, про Голгоф много говорил. А в конце все-таки заканчивая любовью. Потому что любовь – это такая вещь, Что никакая Голгофа не может заставить человека, Если в нем есть эта искра любви, Не любить. Человек будет любить. Пусть любовь там его выведет на плаху, На Голгофу, Пусть его там будут бить, казнить, И все остальное. Ну, человеку это нужно, понимаете. Это нужно, необходимо. Начиная от таких обычных мещанских, Так сказать, парадоксов. Ведь вот зачастую смотришь, там, Муж там жену избивает, Смотришь, всячески ее похабит, И так далее, так далее. Она все равно за ним бежит. Спрашиваешь, в чем дело, почему? Он же все-таки тебя уже стоптал, Уже практически. А я, говорит, его люблю. Все. Ответ ятен. То есть это источник, Это источник любви для человека. Как сказать, это, говорит, мой источник. Я из него черпаю, я из него бью. Я ничего не могу с собой поделать. Ну, ладно, я уйду от него к другому. Но я его не люблю. У меня не будет этого источника. А платит вот она этой Голгофу. Он ее там бьет, там капризничает или еще что-то. Вот она ему платит за это, за любовь. Но это так примитивный уровень. А если людей любить, это совсем другое, конечно. Это более глобальное. Но Голгоф еще более глобальный здесь. Если там от одного человека терпит, То тот терпит уже от всех. И вот заканчивается у меня опять все-таки любовью. Практически вот этот вот цикл, Пусть будет Голгофа, но Жажда любви, она и жажда любви. Может, ты меня околдовала, Я тебя за это не виню, Не хочу, чтоб сердце замерзало, Я хочу гореть, пока живу. Наливай мне зелье, да покрепче, Я напьюсь твоей, дурман, травы. От любви с ума сойти мне легче, Пусть от привороженной любви. За глоток любви я б умер дважды, Мне не погасить огонь в крови. Умираю я от этой жажды, Жажда до беспамятства любви. Нет любви моей конца и края, Рвется из души через края, Дайте мне, Какая-никакая лишь была б любовь, Любовь моя. Так, ну, сейчас, чтобы немножко еще с вами, Как говорится, в струю войти, Чтобы у нас как-то перемежалось все, Чтобы было интересно и хорошо, И приятно отдохнуть. Но поскольку Евгений Бенеславский не приехал, Певец Барт, который поет мои блатные песни, Вот, он сегодня сюда не приехал, Не смог приехать. Поэтому, значит, Я сегодня хочу исполнить эти песни сам. Ну, поскольку я не певец, Я надеюсь, вы меня, так сказать, Строго судить не будете за мои вокальные данные. Вот. Но я исполню несколько песен. Из альбома «Моя блатная ностальгия», Которые я написал для Евгения Бенеславского. Песни будут блатные, сразу говорю, Но не очень уж вульгарные, Как говорится, они будут больше жизненные. Песня «Моя блатная ностальгия» Песня «Моя блатная ностальгия» Моя блатная ностальгия «Моя блатная ностальгия» Как запутаться в этих безумных годах. Я в проч Quindi mountain Братяга, – Glaziga,alle Братяга, – Glaziga, Братяга, –ней ручки, Ах, чуждая, я знаю, Холодный мой был, твои грубые ласки и руки. Как пришлось так жить и страдать, и любить, И с ума я сходил по-подруге. Как пришлось так жить и страдать, и любить, И с ума я сходил по-подруге. Ты троллейбус последний, меня подожди, Отвеси меня в общагу. Здесь, где в дыме и в пьянках закуплены, Никому здесь не нужен протяга. Здесь, где в дыме и в пьянках закуплены, Никому здесь не нужен протяга. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Казахстан! Добро пожаловать в 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 Казахстан! эти для этого деньги, возможности. И вот, восхищаясь его талантом и его организаторскими способностями, я написал несколько стихотворений. Вот было 16 января у нас презентация, и вот я написал такое стихотворение. «Посвящение завещания» называется. Ты полон таланта, целитель и маг, почти как центральный универмаг. При входе завеса, горячий поток, а дальше спираль, философский клубок. Память отличная, мышцы гепарда, язык как петарда и весь как пружина. Вот только москвич твой уже не машина. Ты беден на деньги, на мысли богат. Аринин философ, чуварский сократ. Читаешь, как Грибов, красив, как Филипп. Во всем гармоничен, сложен, как Давид. Гипнозом владеешь, умами людей. Пусть будет не скоро в квартире музей. Не скоро в раю ты вкусишь покой. Тебе завещаю портфельчик свой. В нем все тетрадки, блокноты, хиты. Ты их в типографию отнеси. Издай подешевле и птичкам подай. За низкой оградкой при входе в рай. Спасибо. Вот, пожалуйста, еще одно стихотворение, написанное тоже в памятную дату. У нас в январе так случилось, что буквально неделя и следующая презентация, следующий концерт. Вот, пожалуйста, 23 января. Здесь же мы встречались со своими почитателями. Послушайте. Гений живым сошел к нам с небес. Может и трогать, имеет он вес. Может взлететь, его боги зовут. Он не политик, не проститут. Он все творит, и прозу, и стих. В нем видит спасение хронический псих. Мне нужен Аринин, как вдохновитель. Авторитет и небожитель. Он выше Олимпа. И что там Пегас? Все прыгал, летал, и достал, и угас. Ведь выше всех гор Анатолий живет. Туда он летает. И самолет. А как общаться? Пишите стихи. И боги просят вам мирские грехи. Аринин восславил. Божественный дар. Он в души вселяет живительный жар. Во всех отношениях не просто герой. Он гений, пришедший конкретно за мной. Он может прийти за каждым из вас. Творите, дерзайте, пока он у нас. Но скоро его опять позовут. И к Ельцину в Кремль, и в институт. А там академики, профессора, завистники даже. Воскликнут. Ура! Ура господину небесных высот. Он маг и целитель. Невиданный сорт. Такое стихотворение накануне нашей январской презентации. Написано в половину третьего ночи. Так я время отметил. Только в окнах поэтов горит темной ночью желтеющий свет. Я пишу и пишет Аринин, навевающий мудрость сюжет. Мы сквозь телеканалы пророчим, забиваем любую волну. Он назвал себя просто отчим. Я ж его отцом назову. Он моложе. Не лысь, я к ним к месту. Он все проза. Я больше стихом. Не похоже. Мы вроде пороже. Но ночами светильники жжем. Антон Николаевич тоже любит писать ночью. Тогда никто не мешает. Ну и вот для сравнения этой стихии этого года, а вот для сравнения стихотворение 96-го года. Оно, конечно, послабее, я считаю. Ну и вот вам для сравнения, пожалуйста, сравните, что сделал со мной Антон Николаевич. Что было и что стало. Насмотрены для взрослого друга подведут и уют, и покой, Как посадят в середочку круга меж зеленой и синей волной. Зелень ясна, все тихо и гладко, зацвела и поверхность, и глупь. Если воду запрыгнешь с кругом, посмеются и скажут, что глупь. Волны сине-зеленые, айвазовский, ну понятно, в тормит дыры гачки, Посмеются над кругом с дырой полногрудные две рыбачки. Так смотри, не смотри, Анатолий, две рыбачки добрее и смелее. И поймают за волосы шторм, и кострами отгонят зверей. Но не может же вечно один, ведь такой, как ты, соловей. Да не может, но все же поэт, и душа улетает ввысь. Когда стая клавиш бежит, ты руками мягко, как рысь. Ты истомин, ты очень богат на друзей, и души людские. Сбережешь ты чудные силы, годы страшные, бровские. И так на смотрины для взрослого друга уют и покой подведут, А мне сине-зеленые волны хронически спать не дают. Выбирай же ту, которая прощает перед святом твою исключительность, И поможешь свой трезвый расчет на таинственность и расточительность. Поздравляю, Николай. Правда, гениально, согласитесь. Сейчас я еще прощу пару стихов. А потом будет танец, значит, который будет исполняться под мою музыку. И который исполнит одна из моих учениц. Так, вот есть еще одна басня. Начну с басен, я смотрю так, басни особо вас вдохновляют. Басня о вкусах называется. Понимаете, у каждого свои вкусы в этой жизни. Каждый человек, в общем-то, предопределен тягой к своему. Как-то раз накрыл на стол радужный хозяин. К зайцу в гости волк пришел, как вальяжный барин. Заяц гостю угодить поспевает ловко, Свежей травки накосить, на десерт морковка. Вот салат из овощей, мол, ведь он учтиво. Кушай, милый, веселее, яблоки и сливы. Но у каждого свои, к сожалению, вкусы. Гость хозяина к столу умудрился скушать. А вот стих я писал тоже по настроению, что, в принципе, очень часто бывает в жизни так у вас. Вот отворачиваются от вас люди там отворачиваются. Но всегда знаете, что мир многолик. Понимаете, когда человек выходит на другую вибрацию, выявляется притяжение других людей. И, в принципе, это все реально в нашем мире. Все реально. Придут другие люди, они будут любить вас так же, как, может быть, вы будете любить. Это будет большое счастье. Понимаете, здесь много моих друзей, которых я очень сильно люблю. Очень сильно люблю, понимаете. И когда они приходят, я просто... Моя душа оттаивает, я им радуюсь. Вот Евгений Васильевич, например. Вот я всегда ему рад, но этот человек, который... Никто так не может меня насмешить, это как Евгений Васильевич. Когда мне грустно, и Татьяна мне сразу говорит, чего ты, говорит, у вас настроение-то надо, говорит, Евгений Васильевич, позвонить сейчас будет. Я сразу звоню, и все, сразу вопрос решен. А вот стих я написал еще один. Когда печальному человеку наступит день, и свет в окне погаснет, и отвернутся сразу все друзья. Тогда слагать я буду только басни, в тиши скользя, Когда на звук нельзя. И кто-то руду откроет в изумлении, Что я дал маху, и теперь один. Но я упрям и тверд в сердечном измерении, Я сам себе и царь и господин. Пусть кто не хочет жить моей мирой, Остался сзади и уже отстал. Но я на свет любви лечу фанерой, И дорог мне мой вечный идеал. Я весь такой, каким я был когда-то, Таким я буду, но не в этом соль. Я весь, как есть, ни в чем не виноватый, В душе любовь, а за душою боль. Ну что ж, пойду один, Мне не впервой дорогой Шагать и сбросить тяжкий груз друзей, И я приветствую весь этот мир Убогий моим стихом И песней моей. Вот стих «Надежда» называется. Такой он немножечко пространный, Но каждый увидит в нем свое. Мне сердце говорит, Взгляни, Огни сверкают зелени, Ты уставать повремени, Лиха зима метелями. Движение призрак стыл и стыл, Он сердце студит заново, И угасить желает пыл Хмельного ветра пьяного. Как незабвенны нам те дни, Что сердцем в такт пробетые. Уснул фонарь, Горят огни Вдали над парапетами. Стих называется «Надежда». Ты не верь, когда врут, И не охай, Сожалея о грусти потерь. Знай, что прошлое Значит плохо, И что лучше лишь стало теперь. Измени отношение к былому, И в тоске не молись на него. То, что в будущем только весомо, То, что было, уже отцвело. Еще один стих. Жизнь моя, Сиреневый узор, Обращен я к прошлому с любовью, Дорог с прошлым каждый разговор, Хоть и не люблю я пустословья. Что прошло, То, говорят, ушло, И не надо нам туда вертаться. В прошлом жить на свете тяжело, Надо жить сейчас, А не метаться. Ну, а я, Как только оглянусь, Сразу не устану улыбаться, Что прожил, Того ли мне стесняться, Снова я по жизни пронесусь. Жизнь моя Любви была полна, Оттого-то так меня и манит Жизни уходящая весна. Только вспомню, Снова задурманит. Или вот стих еще, Лирический такой стих О девушке, Которой в сиреневом сарафане. Сарафан сиреневый, Милое лицо, Да чего ж весеннее имя у нее? Мне тебя не выдумать, Мне тебя не спеть, Мне тобой, красивой, Можно лишь болеть. Никуда не деться мне, Проживу любя, Ведь куда ни гляну я, Вижу лишь тебя. Я остыл бы, Выстоял, Отвернул глаза, Но тобой, любимая, Но тебя, любимая, Не любить нельзя. Оттого ли на улице Тает вешний снег, Что тобой, желанная, Заболел навек? И еще одна. Ревность, что за пытка, Мною, другим, твоя, Каждая улыбка С болью отдана. Люди не оценят, Люди не поймут, Просто равнодушно смотрят И идут, Красоту взирают, Пользуясь, не чтут, За просмотр сей дивный Денег не берут. Только мне, наверное, Каждый шаг твой мил, И любую цену я бы заплатил, Только влюбоваться, Видеть мне тебя, Всюдь на свете отдал, И сгорел любя. Душами мы венчаны, Это ли не главней? Оттого, наверное, Ревность все сильней. Берегу, быть может, Просто от людей, Потому что отдана Ты душе моей. Ну а сейчас, как я и обещал, Музыка моя, Которую я написал Для специальной танцевальной миниатюры, Наталья Кузнецова, Моя ученица, встречается. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...